Как вы уже помните, в предыдущие выпуски мы привезли абсолютно новый Роткинг из транспортной компании. В свою очередь, дилерский центр Харли Дэвидсон нам его прислал. Делается он для нашего друга, который приобрел, собственно говоря, этот мотоцикл. Было это, наверное, в конце осени, и все это время мотоцикл, ну, можно так сказать, стоял, но процесс по нему шел. На него было сделано 23-е переднее колесо. Привет, вы на канале Гурместерс, и сегодняшняя серия посвящена технической части мотоцикла Роткинг 20-го года выпуска. Из того, что сделано. За этот период был изготовлен руль. По высоте он намного выше, чем стандартный. И шагну руля делали примерно с расчетом того, что траверсы также будут широкие. И вот эта часть пойдет вровень с перьями вилки. Диаметр 44 мм трубы. У ней будет запакована вся электропроводка, ручка газа, все шланги и так далее. То есть это будет чисто голый руль, без всяких каких-то, по-видимому, тросиков и так далее, хомутиков. В общем, все будет он спрятано, будет он в лапке чистый, классный. Что касаемо по передней части. Как я сказал уже, 23-й каток. Нам, ребята, бокс 39 выточили. По ширине траверс это колесо, конечно же, сюда не лезет. И сейчас я вам покажу и мы сравним вместе с вами, в чем разница родного колеса и нового. Поехали. Вот что мы имеем. Два колеса. Это родное 19-е с резиной размером 120 на 60 на 19. То, что идет в стоке. А мы поставим сюда 23-е колесо. Оно уже имеет другой рисунок. Абсолютно. Здесь сборная ступица, соответственно, резина. И оно подготовлено к покраске. Покраска у нас будет, мотоцикл, делается в два цвета. Черный с красным. Возможно, это будет какая-то аэрография. Возможно, это будут как-то брызги какие-то. Это мы еще не определили. Но будет концепция всего мотоцикла. И красить он будет целиком, но и одновременно с диском. Не обошлось без деталей с Алиэкспресс. Алиэкспресс – это электрическая центральная подножка. Сейчас покажу, как она устроена. Пока что это делается выносным аккумулятором. Я просто замкнул плюс-минус. И мы все увидим в работе. Но поскольку это Алиэкспресс, у всего есть свои минусы. И подножка до конца не может выдвинуться. Дальше, если я ее руками доведу, она должна доходить до такого размера. Поэтому доработать напильником придется, как обычно, все детали оттуда. Выхлопная система стала фирмой Freedom на одну сторону, в отличие от двух труб. Но пока что мы еще решаем, останется ли этот прямоточный выхлоп. Или будем делать с абсолютно новой, кастомной, на две стороны. Теперь у нас будет анпакинг не с Алиэкспресс, а уже с Америки. И да, это пневматическая подвеска задняя на этот мотоцикл. Давайте посмотрим, из чего она состоит. Значит, инструкция. Инструкция есть на английском языке. Тут есть защита шланга. Провода, да, от реле. От реле, видимо, включение. Так, это у нас предохранительный аккумулятор. Заглушечки винтов даже есть. Одна из топовых пневмоподвесок на Харли-Дэвидсон. Значит, вот здесь вот можно сделать. И она с внутренней системой. То есть вот фокус еще. То есть это пневмобаллон, но внутри у него есть еще амортизирующая гидравлическая часть, как заявляет сам производитель. В отличие от амортизаторов, которые делают другие фирмы, где есть только воздушные камеры. Там, как вы говорили, поршень, воздушные камеры. Они качаются как пружины. Здесь есть еще гидравлическая часть. И он работает как полноценный нормальный амортизатор. Вы можете поднять, опустить мотоцикл, когда нужно ему высот, либо клиренс, либо жесткость. Если вы там едете с пассажиром, у вас полный чемодан какого-нибудь инвентаря для путешествия, или просто выйдете за продуктами может быть на мотоцикле. Вот, это мы поставим чуть позже, и также протестируем, как это работает. Стоит такая пневмоподвеска очень много. Сколько, не знаю. Ее привез владелец, но порядка 150 тысяч рублей. Кстати говоря, ради интереса, была заказана еще одна пневмоподвеска с Алиэкспресс за 15 тысяч рублей. Мы тоже на нее проведем обзор. А вот пневмоподвеска на такой же мотоцикл с Китая. Стоит 15 тысяч рублей. Приходит без упаковки, просто в полиэтиленовых мешках. Видите, что она кустарно сварена. Здесь какая-то прям даже такая пыльная, грязная, ливкая резина. С учетом того, что это новый амортизатор абсолютно. У него нет в комплекте ни шлангов, ни болтов. Он даже вот ободранный, мне кажется, уже при производстве ржавый. Ради интереса, конечно, мы протестируем его, но в целом это был чисто эксперимент. Потому что, кто его знает, китайцы ставят классную пневму и не дорого. Похоже, нет. В общем, задача сегодняшнего видео, чтобы в конце мы смогли протестировать мотоцикл на этом колесе, посмотреть, какие ощущения мы получаем от управления 23-м катком. Ну и в целом, что из этого получится, как это будет смотреться. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ручка газоэлектронная, у нее шевелится только задняя часть, ну, или с краю, которая стоит. Вот, поскольку провода сейчас в руках пихать не буду, а прокатиться надо будет протестировать, я эту ручку газо просто привяжу вот сюда и буду шевелить сам кончик, чтобы ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это временный тест-драйв, надо посмотреть, как будут вести себя наши мосты вот этим углом. Определили положение по вылету не очень большое вперед, больше похоже на классическое, но ему нужно будет ограничить ход подвески. Ну, давай соединим всю проводку. Так, это у нас... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего-то не хватает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА